Будем начинать нашу секцию. Секция у нас будет очень интересная, я думаю, потому что мы будем обсуждать вопросы лечения Диареи. У нас на связи будут подключения из Санкт-Петербурга Татьяна Юрьевна Семиглазова и Семенова Анна Игоревна. Вы с нами, уважаемые коллеги? Доброе утро, коллеги. Надеюсь, вы нас слышите. Да, теперь мы слышим. Отлично. Анна Игоревна, мы вас тоже приветствуем. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Я думаю, что со временем мы не будем нарушать регламенты, поэтому начнем вовремя. И у нас предстоит дискуссия, которая будет посвящена вопросам лечения Диареи, выявления каких-то недостатков, может быть, в алгоритмах с целью того, чтобы мы могли улучшить, исходя из тех практических вещей, которые мы все знаем, когда мы работаем с нашими пациентами. И поэтому я предоставляю слово Татьяне Юрьевне Семиглазовой. Татьяна Юрьевна, пожалуйста. Глубоко уважаемая Любовь Юрьевна, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за честь сегодня быть с вами. Как уже сказала профессор Любовь Юрьевна, мы сегодня будем обсуждать крайне актуальную проблему. И поскольку заявлена как, собственно, дискуссия специалистов, я прежде всего, наверное, сейчас обращусь к Ане Игоревне, к Любовь Юрьевне. Вот мы будем обсуждать Диарею как ассоциированную с лекарственным лечением. Вот Анна Игоревна, Любовь Юрьевна, вот какие препараты, на ваш взгляд, из того спектра противоопухолевой терапии, которую мы сегодня обладаем, наиболее часто ассоциированы в нашем понимании с Диареей? Анна Игоревна. Ну, в принципе, наверное, действительно, самый такой известный, самый заслуженный, первенец, да, как говорит Илья Фадимович Адемидов, иммуноонкология и пилиумаб, это, наверное, наиболее опасный в плане развития иммунопосредованной диареи препарат. Поэтому, конечно же, когда мы используем комбинированные режимы или когда мы использовали ранее только монотерапию пилиумабом, мы помним и такие времена, конечно, это вот наибольший риск именно у пациентов, получающих этот препарат. Но всегда нужно помнить, что любой, как мы, психологически нам кажется, что гибитор ПД-1, ПДЛ-1, они более безопасные препараты, даже такие, эти препараты могут вызывать очень серьезные диареи, поэтому какой бы препарат из группы иммунологических пациентов не получал, он должен быть информирован о том, что развитие любого осложнения и любой степени тяжести может быть, к сожалению, на любом из этих препаратов, при любой нозологической форме. Поэтому, действительно, наготове мы должны быть всегда, вот к этому мы всегда призываем. Любовь Юрьевна, ну вот с Вашей точки зрения, у Вас огромный опыт, Вы многие годы заведуете отделением противоопухолевой терапии, МИЦ, онкологии в Ростове. Вот с Вашей точки зрения, вот за ту эволюцию, которая буквально на наших глазах за четверть века была, вот какие основные препараты, и какой вот, с Вашей точки зрения, какая группа наиболее должна, наиболее, с нашей точки зрения, должна обращать наибольшее внимание, и вот какая наибольшая готовность у нас должна быть, вот с Вашей точки зрения. Татьяна Юрьевна, ну я, конечно, согласна, безусловно, с тем, что по сравнению с ингибиторами анти-ПД-1, анти-ПДЛ-1 препаратами, анти-СТЛ-1 препараты вызывают более часто побочные эффекты, Дипилимумаб, мы знаем препарат в этом плане, конечно, нас настораживать должен всегда, но мы должны чутко относиться ко всем жалобам пациента и со стороны желудочно-кишечного тракта, потому что мы понимаем, что диарея – это не только клинические проявления, которые я вспоминаю на одной из дискуссий, правда, она была посвящена ингибиторам тирозинкинас, но, тем не менее, это тоже одно из частых побочных явлений на ингибиторах тирозинкинас, когда один из зарубежных коллег сказал, «Вы только подумайте, если пациент хронически получает эти ингибиторы, и у него диарея, нам кажется, всего лишь, например, второй степени, то есть учащение стула 4-6 раз в сутки, а он работает, например, таксистом». Ну, то есть, если мы представим эту ситуацию, конечно, с практической точки зрения, даже небольшая степень токсичности, пусть она там жизне не угрожающая, допустим, вторая степень токсичности, но что значит качество жизни этих пациентов? Мы сразу понимаем, что это неприемлемо, может быть, у ряда больных, и нарушает их ежедневные функции, и ежедневную жизнедеятельность, и влияет на профессию, и поэтому, конечно, это очень актуально, на мой взгляд. Фактически сейчас глубокоуважаемые сопредседатели подвели к актуальности, значимость которой, безусловно, не вызывает сомнений. Почему, собственно, мы и будем сегодня обсуждать иммуноопосредованную диарею, и, собственно, те иммуноонкологические препараты, ингибиторы точек иммунного контроля, и, в частности, мы будем говорить о таком серьезном иммуноопосредованном осложнении, как диарея. И вот что самое важное, и на это наши коллеги обращают особое внимание, что считается, что любая диарея у пациента, получающая ингибиторы точек иммунного контроля, возникает из-за колита. Но в клинических исследованиях, коллеги, я обращаю внимание, все сидящие здесь сопредседатели, председатели, и, я думаю, что коллеги, которые сейчас сидят в зале, и коллеги, которые нас слушают в регистрационных картах, всегда отмечают непосредственно как отдельное осложнение диарея и отдельное осложнение как колит. Если вы обратите внимание на клинические рекомендации, рекомендации «Русска», и целый раздел посвящен иммуноопосредованным осложнениям, вот Анна Игоревна входит в рабочую группу по написанию рекомендаций, и, кстати, вот Любовь Юрьевна у нас член рабочих групп, я бы сказала, многих по написанию клинических рекомендаций по сопроводительной терапии, и возглавляет группу по написанию клинических рекомендаций по диагностике и лечению эмитогенного эффекта тошната и рвоты. Но я хочу еще раз подчеркнуть важность именно регистрации нежелательных явлений, и главное, чтобы наши пациенты обращали особое внимание на симптомы, такой симптом, как диарея, а ведь эта самая диарея является, по сути, причинно-следственной связью возникшего у пациента колита. Но давайте вот сейчас посмотрим вот те грозные цифры, которые существуют вот по данным представленных исследований в уважаемых журналах. Ну, посмотрите, это на самом деле, если задуматься, то у каждого третьего пациента, получающего эпилемумаб, возникает такое иммуно-посредованное осложнение, как диарея, и как следствие, если колит клинически значимый, соответствующий симптомами, с которыми мы будем более подробно сейчас говорить. На антипидиингибиторах у каждого пятого пациента, а тогда как комбинация эпилемумаба с неволумабом значимо повышает частоту развития иммуно-посредованных осложнений, таких грозных, как диарея, и уже, я бы сказала, более глубокая степень причинно-следственной связи, это как колит, то посмотрите, пожалуйста, это практически 44% возникает на фоне назначения комбинации. И третья, четвертая степень – это жизнеугрожающие осложнения, возникают в 7% чаще всего при комбинациях. Ну и грозное осложнение перфорации, также может, об этом нельзя забывать, у пациентов, получающие, в частности, эпилемумаб. Но и не менее важно помнить, что независимо от давности и срока назначения того или иного иммуно-онкологического препарата, иммуно-посредованные осложнения могут возникать, об этом надо помнить, они могут возникать как и через 6-8 недель после назначения введения иммуно-онкологических препаратов. Но в среднем вот эта дельта, она составляет 3 месяца. Кроме того, еще хотела обратить ваше внимание, опять-таки статистика, а мы можем в своей доказательной базе ссылаться на вот эту вот пирамиду. И на вершине этой пирамиды стоят, собственно, систематические обзоры. И вот большой систематический обзор данных фармаконадзора Всемирной организации здравоохранения с 2009 по 2018 годы. Здесь, к сожалению, было зарегистрировано более 600 осложнений пятой степени токсичности, это летальные исходы, от вследствие назначения ингибиторов точек иммунного контроля. И вот пятая степень токсичности, вот среди всех более, фактически 613 зарегистрировано было случаев пятой степени токсичности. Из них, собственно, смерть от назначения по причине вследствие назначения анти-CTLA-4 ингибитора составила, была отмечена в 193 случаев, из них по причине колита у 70%. Тогда как вот комбинация, двойная комбинация PD-1 ингибитора и CTLA-4 ингибитора, то здесь вот уже пятая степень токсичности от колита была зарегистрирована в 37% случаев и от миокардита, соответственно, в 25% случаев. И вот наши глубокоуважаемые сопредседатели недаром, и мы на это обращаем ваше внимание, о том, что среди препаратов, которые ассоциированы с развитием столь грозных осложнений, диареи, колита, им именно обращают особое внимание на пристальное внимание, на, собственно, эпилемумаб. Почему мы на это обращаем внимание? Ну, на самом деле, вы знаете, для меня, когда появляется новый препарат, наши коллеги в 2018 году, когда, собственно, вошел в клиническую практику эпилемумаб, сказали, что, ну, было такое крылатое выражение, что солнце взошло над меланомой, потому что раскрылись возможности, и наши пациенты стали жить, стали жить долго. Александр Агермон, собственно, это ему принадлежит эта фраза. Но каждый раз, каждый препарат, это, знаете, для нас как ящик Пандоры. Вот он такой красивый, яркий, мы восхищены от того, что у нас появляются возможности, но открываем, мы должны понимать, собственно, с какими осложнениями мы можем столкнуться. И если мы, собственно, знаем, а самое важное, ведь пациенты сейчас основной подход какой, недаром мы сейчас с вами активно здесь собрались и обсуждаем, что не только врач отвечает за пациента, но самое важное, что пациент разделяет ответственность за проводимое лечение. И вот Анна Игоревна, вот эту фразу, мне она очень понравилась, и в своё время, вот я от вас её услышала, да, что пациент теперь у нас не... Как вот вы озвучите её? Не пассажир, да, а уже участник движения. То есть активный водитель, да, вот этого автомобиля под названием «Жизнь». И мы сами, врачи, должны понимать, что пациент должен получить всю исчерпывающую информацию. Да, у нас мало времени за приём, 15-20 минут, но у кого-то 10 минут. Но нам в помощь сейчас интернет. В частности, например, на базе нашего сайта есть специально разработанные нами же методические пособия, где подробно описаны те осложнения, которые могут быть. И самое важное, конкретно взятый пациент должен чётко понимать, во-первых, какие симптомы могут возникнуть на фоне проводимого того или иного лечения, и что пациенту делать. У него должна быть маршрутизация. Куда, собственно, с этими симптомами обращаться? Ведь как ни странно, вы знаете, вот мы сталкиваемся, вот, Любовь Юрьевна, вот в вашей клинической практике насколько серьёзно пациенты относятся к диареи? И насколько, ну, если будет возможность, вы нас слышите, прокомментируйте, пожалуйста. Слышим, Татьяна Юрьевна. Относительно диареи всё зависит, конечно, от человека, от его образа жизни, вообще отношения к своему здоровью, потому что есть пациенты, которые имеют фоновые, мы знаем, там, например, синдром раздражённого кишечника, и они, наверное, привыкли к этой ситуации, а другие пациенты, конечно, при малейших каких-то нарушениях обращают внимание и обращаются с этим к врачам, поэтому всё, наверное, зависит от ситуации конкретно и каждого больного. Полностью с вами соглашусь, и здесь вот, ну, самое важное, чтобы когда, вы знаете, пациенты к нам приходят на приём, есть разные пациенты, я с вами полностью соглашусь, иногда бывает, знаете, кладут пачку бумаг, говорят, вот, я же не врач, а мы начинаем просто рассказывать и объяснять пациенту, если не вы, пациент, знаете, какое лечение вы получаете в экстремальной ситуации, единственным источником информации будет конкретно взятый реальный пациент. И иногда даже в ситуации того, что и интернет, и у нас у многих электронная история болезни, система тоже может выходить из-под контроля, но пациент должен владеть информацией не только о диагнозе, иногда даже начинаешь спрашивать, а вот был ли у вас молекулярно-генетический анализ, и пациент начинает, по сути, говорить, да я не знаю, и вот опять стопка этих бумаг, и вот мы начинаем вместе просматривать, потому что очень часто, что наша Россия-матушка большая страна, наши пациенты обследуются и лечатся в различных центрах, но информацию, чтобы принять правильное решение, нужно кумулировать эту информацию. И вот у нас сейчас в руках, и мы с этим уже на протяжении многих лет, уникальные препараты из группы иммуно-онкологических препаратов, в частности, как из антипрепаратов, CTLA-4 ингибитора, и вот здесь посмотрите, что очень важно помнить, на что мы всегда обращаем, и должны обращать внимание самих пациентов, что осложнение, и в частности, диарея, она может возникнуть в любое время, как на фоне проводимой лечения, так и после, собственно, после завершения лечения пилимумаба, мы прекрасно знаем, что 4 введения, но дело в том, что чаще все-таки, Анна Игоревна, вы, наверное, меня тоже поправите, мы сейчас, в нашей клинической практике, мы уже привыкли к назначению более часто двойной комбинации, и завершая введение пилимумаба, у нас дальше пациенты получают, соответственно, неволумумаб, но, тем не менее, надо понимать, что и по завершению лечения пилимумабом энтероколит может развиваться, и как клиническим проявлением, вот к этому мы подводим, у 92% была отмечена диарея, другими симптомами, соответственно, энтероколита, могут быть и боль в животе, кровь в стуле, ну, и понятно, что потеря веса, если у пациента достаточно частые симптомы диареи, и, знаете, такое выражение, как сгуся вода, когда льется, и буквально пациент не контролирует возможность, не контролирует дефекацию, вот это вот очень серьезное осложнение, а оно сопряжено и с электролитными потерями, с большими белковыми потерями, и вот как бы мы сейчас не говорили о том, что у нас есть пациент конкретной опухоли, и мы, если бы, мы можем сколько угодно говорить о уникальных возможностях современной противоопухолевой терапии, но если мы не будем задумываться о том, что у пациента могут возникнуть осложнения, и эти осложнения требуют своевременного, эффективного контроля, а самое главное и лечения, об этом мы будем говорить дальше, и то тогда грош цена тем всем нашим усилием, если мы не будем продумывать собственно контроль за осложнениями и их лечение. так. Ну и вот, если даже вот посмотреть на статистику назначения, адювантного назначения неволумаба против эпилемумаба в исследованиях у пациентов с местно распространенной меланомой и, соответственно, с четвертой степени, с четвертой стадии меланомы, то посмотрите, если сравнить по диарее, да, в любой степени токсичности, то, конечно, на фоне эпилемумаба частота составляет порядка 46%, из них осложнения третьей-четвертой степени порядка 10% и значительно ниже, практически в два раза, если говорить о любых осложнениях, частота которых составляет на неволумабе 24,3% и практически в 10 раз, ну, даже в 9-8 раз снижается частота осложнений третьей-четвертой степени, которые возникают при адювантном назначении неволумаба. Ну и вот, собственно, мы все проходили пропедевтику, и когда возникает такое грозное осложнение, собственно, как диарея, то прежде всего, когда мы получаем конкретного пациента, мы собираем анамнез. И здесь большая ответственность на, собственно, на каждом докторе лежит, чтобы собрать сопутствующие диагнозы, потому что в ряде случаев такие осложнения, как целиакия, гипертириоз, синдром раздраженного кишечника, даже самая недостаточность поджелудочной железы могут быть как фоновыми заболеваниями. И вот если мы говорим, например, о болезни Грейвса, диффузном токсическом зобе, то это наиболее частая причина гипертириоза. Она также может быть сопряжена с столь грозным осложнением. Но и в то же время это будет возможно как проявление иммунно-посредованного осложнения, если оно возникло непосредственно на назначении терапии. Но это не того, что это может не усугубиться на фоне проводимого лечения. И если выставить для себя по приоритетам, по тем собственно осложнениям, с которыми мы должны проводить дифференциальную диагностику, то безусловно на первом этапе мы должны исключать для себя помнить, исключить и провести беседу с пациентом, собственно исключить инфекции, как бактериальную, так и вирусную. Но иммуно-посредованный энтерит это для нас всегда в линейке приоритетов он у нас, мы должны по сути его исключить из тех возможных осложнений, которые могут быть причиной, следственной связью развития энтероколита. Да, у пациента также может собственно быть и целиакия. Как правило, у целиакии есть два возрастных периода, когда может развиться. Целиакия, напомню, это иммунологически опосредованное заболевание, развивающееся генетически у предрасположенных лиц и обусловленное непереносимостью глютена. И вот два основных собственно возраста, это возрасте одного года и возрасте от 30 до 40 лет. И вот и собственно раньше эта болезнь считалась исключительно детской, но надо помнить, что и в принципе у женщин эта болезнь встречается чаще, и если перед нами пациент 30-40 лет, то здесь целиакия тоже может быть индуцирована и просто пациент вот так вот она вот именно раскрылась именно в этом возрастном периоде. Какие еще мы должны соответственно помнить о ситуациях? Конечно же это ишемический колит, причем ишемический колит, эта ситуация может развиться фонного у каждого третьего пациента старшей возрастной группы. И опять-таки посмотрите, что еще мы должны, ну само собой поражение желудочно-кишечного тракта на фоне опухолевого представительства в желудочно-кишечном тракте. Мы не должны не забывать, что у пациента может развиться клиника недодиагностирована второго заболевания, это все реже, но в принципе вот эта вот линейка ситуаций, с которой мы должны дифференцировать иммуно-опосредованный энтерит. Но собственно здесь все просто, у нас всегда под рукой есть рекомендации РосНК-Веба, я думаю, что нет ни одного человека, который нас слушает или который сидит в зале, который ни разу еще не заходил на сайт рекомендации РосНК-Веба или не листал книгу, сейчас уже у нас две книги клинических рекомендаций, практических рекомендаций, это один том посвящен противоопухолевой лекарственной терапии, а вторая собственно по сопроводительной терапии. И если мы откроем, это целый раздел, посвященный иммуно-опосредованным осложнением, то очень подробно авторы за огромную признательность, за столь четкое объяснение действий, которые мы должны произвести в случае, если мы заподозрили иммуно-опосредованную диарею. Обследование во всех случаях должны включать, казалось бы, все ясно и понятно. Клинический анализ крови, причем здесь на самом деле это минимум-миниморум, который мы должны выполнить. Кроме клинического анализа крови, биохимического анализа крови, который должен содержать уровень цириактивного белка алибумина, посев кала на бактериальные энтеропатогены и токсин кластеридиум дефицилия, визуализирующие исследования, это компьютерная томография, и вот мы на самом деле здесь вчера с Анной Игоревной эндоскопическую и эндоскопическая оценка, тот минимум, который мы должны обязательно выполнить. И, собственно, если мы говорим о любом осложнении иммуно-опосредованном, то вся диагностика и лечение, они основаны на трех основных позициях. Это, собственно, определение степени тяжести иммуно-опосредованного осложнения и выбора уже ступени ступени соответствующего лечения по степени токсичности. И самое важное, когда мы выбрали соответствующее лечение, мы смотрим, как пациент ведет себя на фоне назначенного лечения и уже решаем вопрос, интенсифицировать ли лечение иммуно-опосредованного осложнения или же идти на уже снижение доз, чаще всего это глюкокортикостероиды. И вот мы обращаем особое внимание, им и пациенту нужно проговорить, что нужно крайне быть настороженным, если у пациента началось учащение стула до трех раз в сутки, обращая внимание, по сравнению с исходной частотой. Почему это так важно? Ну, в целом, вы знаете, мне очень запомнилась такая цифра, когда выступали наши гастроэнтерологи на одной из сессий и сказали, что коллеги, вы не забывайте, пожалуйста, что у вас в кишечнике живет минимум три килограмма бактерий. Это целый микрокосмос, как в макрокосмосе вашего организма. И вот это вот, и это только вот три килограмма это минимум. И причем любое нарушение микробиома целостности желудочно-кишечного тракта из-за внешних воздействий приводит к сдвигам. И эти сдвиги, они крайне серьезные. У нас все взаимосвязано в организме. И учащение стула, начиная до трех раз в сутки по сравнению с исходной частотой, должно настораживать, уже настораживать пациента. И особенно его должно это настораживать, если вот пациент обращает внимание, что да, что на этом все не остановилось, и учащается стул до шести раз в сутки. Но самое важное, вот где, знаете, черта такая должна быть, красная линия, после которой пациент должен крайне активно обращаться за помощью в лечебное учреждение, собственно, там, где проводилось назначение иммуно-посредственных осложнений, это учащение стула уже более семи раз. Ну и, соответственно, если к этому еще добавляются симптомы, такие как боль в животе, слизь и кровь в стуле, это уже непосредственно выраженные симптомы, при которых показано хирургическое вмешательство, жизнеугрожающие ситуации. Итак, собственно, вот мы уже говорили, что тот минимум, миниморум, который подразумевает это обязательно эндоскопическое исследование, и вот сейчас в рекомендациях русска, мы каждый раз на это обращаем ваше внимание, в зависимости от степени осложнения диары, рекомендованы четкие, собственно, действия, и будет здорово, если все-таки в памятке для пациентов, которые могут быть в вашем лечебном учреждении, или в заключении прописаны действия, по которым пациент, собственно, должен следовать. Еще раз обращаем внимание на эту степень, и, соответственно, уже назначается соответствующая ступень лечения, о которых мы поговорим проще, пусть позже. И вот, собственно, Анна Игоревна, мы обращаемся к вам, вот, как к эксперту, как к члену рабочей группы по написанию рекомендации по диагностике и лечению иммуноопосредованных осложнений. Если речь заходит о иммуноопосредованной диарее, то такие вопросы, которые должны быть всегда перед глазами и в головах наших специалистов, чем лечить, когда начинать, когда интенсифицировать, когда завершать. И вот, собственно, на примере клинического случая, пожалуйста, вот ваше мнение. Спасибо, Датьяна Юрьевна. На самом деле, опыт уже достаточно большой, думаю, не только у нас, но и у большинства коллег, работающих с данными препаратами. И здесь мы представим клинический случай, который интересен, наверное, своей исторической уже давностью. Если мы посмотрим, то речь идет о 2016-м годе, это 7 лет назад, и о применении как раз-таки эпилиумаба, то есть препарата, который обладает наибольшим риском в плане развития диареи. Сейчас этому пациенту 82 года, он уже до настоящего времени, он страдает меланомой кожи, брав позитивная меланома с поражением периферических лимфатических узлов, надпочечников, легких, то есть висцеральные изменения. Он получал первую линию терапии, опять же такой исторический уже вариант монотерапии брав ингибитором веморофенибом, и по поводу прогрессирования пациенту была начата иммунотерапия эпилиумабом в рамках программы расширенного доступа. И в принципе стандартный вариант введения препаратов, доза 3 мг на кг веса, один раз в 3 недели, он получил два введения, в дальнейшем из-за не связанных с эпилиумабом технических моментов была пропущена неделя, и при возобновлении уже на 9 неделе при осуществлении третьего введения эпилиумаба у пациента подскудно развелось то осложнение, о котором мы говорим, в виде диареи. Проблема, в чем это 2016 год, это все-таки еще малый опыт и нас, как клиницистов, и, наверное, отсутствие полной информированности пациентов, что ту скудную информацию, которую мы могли предоставить, наверное, не всегда и воспринималось. Поэтому, конечно же, связать развитие учащения стула с терапией и патологическим препаратом пациенту, наверное, было сложно, он проживал один, и только уже через какое-то время, уже исчисляемое несколькими днями, уже родственники отметили ухудшение состояния пациента. И поступил он в отделение уже в состоянии средне-тяжелом, с картиной диареи, по меньшей мере, второй, и в ближайшее время развившись, перешившись в третью степень тяжести, с многократным стулом, с явлениями уже обезвоживания. Мы знаем, что у пожилых пациентов электролитные расстройства, нарушение на кардиограмме, ухудшение общего состояния происходит очень быстро, у них все-таки резервов намного меньше, и поэтому, в принципе, уже сразу же шла речь о необходимости довольно-таки серьезных лекарственных вмешательств. наш опыт на тот момент подразумевал, конечно же, начало терапии кортикостероидами, вначале пациент получал ригнизолон в таблетированной форме из расчета 1 мг на 1 кг веса, в дальнейшем доза была увеличена, поскольку эффекта не было, и пациенту мы помнили, что в рекомендациях это изначально было, все-таки выполнение коломоскопии, но на самом деле это очень важная позиция, почему важна эта позиция, потому что во-первых, может быть это тотальную коломоскопию, то есть смотр всей кишки принципиально, потому что картина может быть очень мозаичная, то есть на одних отделах кишки может быть интактная слизистая оболочка, буквально мы проходим выше и видим уже явление эрозии и так далее. Опять же, эрозивный колит это уже основание для быстрой смены кортикостероидов на иммуносупрессоры следующего поколения, например, на инфлексимат. Поэтому эта процедура она проводится не из праздного интереса, разумеется, и при всей условном риске и травматизации дополнительной кишки ее нужно иметь в виду как такую одну из основных процедур диагностических и ее реализовывать. Вот это у пациента эрозивный язвенный колит тотальное поражение. Уже сейчас мы понимали бы, что пациент в принципе скорее всего не ответит на стероиды, потому что эрозивное поражение это уже основание для перехода на поменьшенный или на инфлексимат. Но действительно это опыт того времени у нас был намного меньше, я думаю, что во всем мире он был меньше. Поэтому мы усилили терапию кортикостероидами, перешли на преднизолон, добавили препараты из группы антимикробных агентов сульфазолазином, мы знаем, что в рекомендациях эти препараты есть. В принципе, сейчас мы сразу же бы назначили и антибиотики таблетированные, например, ванкомицин, пероз. Мы пациенту назначили актеротит, в принципе, это допустимо для того, чтобы уменьшить сомоторику кишечника, но опять же, препараты, которые уменьшают моторику, лапирамид, препараты аналоги соматостатина, они могут стелить клиническую картину, поскольку уезжают количество стула и могут таким образом нас дезинформировать в плане уменьшения степени тяжести диареи. Но у этого пациента, к сожалению, эффекта не было, уже картина колита четвертой степени развивалась довольно интенсивно с лихорадкой, с потерей веса, с выраженным многократным водянистым уже стулом некупируемым. И уже на по меньшей мере там 16-й неделе от начала лечения, получается, на 3-й, 4-й неделе от развития таких серьезных осложнений, такое запоздалое, безусловно, сейчас мы такого не допустили, введение инфлексимаба. Это, наверное, первое введение в нашем центре данного агента. И, к счастью, у пациента эффект этого препарата реализовался, и после первого же введения не потребовалось даже очередное введение, которое мы знаем через 2 недели не раньше должно осуществляться, уже реализовался эффект, и постепенно пациента клинические симптомы стали регрессировать. Поэтому, в принципе, на примере этого клинического случая мы как раз-таки можем сказать, во-первых, что диарея, она является показателем успешности терапии. Данный пациент жив 7 лет после данного лечения и данного осложнения, без признаков прогрессирования, без признаков уже такой осроченной токсичности. Колоноскопия показывает полное восстановление состояния кишечника, то есть, в принципе, слава богу, у этого пациента все обратимо, несмотря на возраст, несмотря на такую тяжесть. Но, конечно же, это тот пример, как не должно быть. Мы должны помнить, что уже, начиная со второй степени тяжести, при использовании кортикостероидов в протяжении двух суток, максимум трех, мы уже должны думать о переходе на препарат на флексимаб. По всем международным рекомендациям, вот уже более раннее использование следующих линий иммуносупрессоров, она приветствуется, потому что, к сожалению, длительное применение кортикостероидов, оно, во-первых, эффективно самым большим половиной пациентов, то есть, половина пациентов изначально не ответит на кортикостероиды, и плюс длительный прием и длительная потом отмена, обычно это занимает там 30 дней, там 45 дней, это, к сожалению, повышает риск протонистических инфекций. Поэтому, если мы не видим эффекта от кортикостероидов в дозе там 2 мг на килограмм веса на протяжении трех суток, мы при второй степени тяжести даже должны переходить на инфлексимаб, на препарат, который является, блокирует фактор некрозоопухоли. И также обязательно помним, что любые более мощные иммуносупрессоры и инфлексимаб, и видолизумаб, который тоже уже в России с конференцией он загестрирован для лечения колитов, по крайней мере, и он доступен, и на него мы тоже можем переходить, если мы видим отсутствие эффекта инфлексимаба или если есть противопоказания к инфлексимабу, мы можем переходить уже на третий даже вариант иммуносупрессивной терапии. Вот при этих агентах нужно обязательно выполнить тест на активный или латентный туберкулез. Тесты ТИСПОТ-тест, квантифероновый тест, которые являются стандартами практически во всех, во многих странах мира, и которые, конечно же, нужно реализовывать и у нас. Мы не дожидаемся ответа этих тестов, жизненно угрожающая ситуация требует введения инфлексимаба, но информацию о том, все-таки, есть ли у пациента скрытое насительство микобактерий или туберкулеза, или скрытое проявление туберкулеза, это, конечно, информация должна быть, потому что, к сожалению, эти агенты значительно повышают риск развития таких вот серьезных инфекционных уже процессов. И, конечно же, мы помним, что помимо, даже на первых стадиях развития диареи, помимо отсрочки введения иммунохологических препаратов, весь комплекс в виде диеты с ограничением лактозы, с ограничением клетчатки, гидротации, оральной гидротации, использование сорбентов для того, чтобы уменьшить количество жидкого стула, использование лапирамида, оно должно быть. То есть даже при учащении стула с исходного до 3-4 раз в сутки мы уже должны принимать меры, уже пациент должен быть активно участвовать в этом, потому что эти процедуры, они, в принципе, реализуются амбулаторно за счет ответственности самого пациента. Поэтому, конечно, вот то, что Татьяна Юрьевна отмечала, очень важно тесное взаимодействие. А начиная со второй степени тяжести, это уже присоединение кортикостероидов, отмена иммунотерапии. Если третья степень тяжести, то уже отмена по крайней мере стилей 4 ингибиторов эпилюмаба и возможное возобновление только ПД1 ингибиторов и так далее. При 4-й степени тяжести практически мы всегда отменяем и уже не возобновляем иммунотерапию. Поэтому вот эти моменты по более раннему использованию инфлексимаба по меньшей мере, по сокращению длительности применения кортикостероидов, потому что если мы переходим на инфлексимаб, то мы уже можем сокращать приемы кортикостероидов до 2-х недель, до 3-х недель, это уже не 4-6 недель, которые были бы, если бы они использовались как таковые, и таким образом уменьшается риск уже последующих инфекционных осложнений. Вот эта позиция, она продвигается сейчас, скажем так, во всех ведущих клиниках мира. Поэтому, конечно же, доступ к препарату он должен быть, именно поэтому мы всегда настроены на внедрение максимальных таких алгоритмов коррекции иммунологических осложнений и в рекомендации АОР. И, думаю, что сейчас уже мы как раз можем, мы проговорили вот эти моменты, которые нас интересуют. И сейчас, наверное, уже такие вот моменты связанные с законодательным, наверное, таким вот закреплением вот наших стандартов подхода не только доступные кортикостероиды, но и уже более, конечно, дорогостоящие, более серьезные агенты, как инфлексимап, аквидальзумап, они, конечно же, должны быть уже в нашем рутинном пользовании, чтобы мы могли уже официально с оплатой этих медицинских услуг уже использовать данные агенты. Потому что пациент не должен страдать, не должен тем более погибать из-за таких моментов, которые связаны с отсутствием доступа или ограниченным доступом к тем и другим препаратам. Спасибо большое, Анна Игоревна. Любовь Юрьевна, мы выполнили ваше поручение. Пожалуйста, подведите итоги нашей сессии, потому что мы уложились во времени. Пожалуйста, мы ждем ваше заключение. Уважаемая Татьяна Юрьевна, Анна Игоревна, безусловно, информацию, которую предоставили нашим коллегам, очень актуально, интересно, и, я думаю, будет востребовано, безусловно, в нашей практике. Очень интересный клинический случай, конечно, хочется подчеркнуть еще один момент в плане практического знания, то, что использование этих препаратов, которые уменьшают диарею, лопирамиды, инфлексимаб и кортикостероиды, если есть подозрения на перфорацию кишечника, они, в принципе, не используются, поэтому это тоже такой нюанс, о котором нужно помнить. А вот относительно дискуссии с нашим залом мы уже будем заканчивать, но, тем не менее, мне хотелось бы спросить тех, кто у нас находится в зале все-таки. Встречались ли в вашей практике такие ситуации, когда вы сталкивались с иммуно-посредовательным колитом? Можно поднять руки, если у кого-то в практике такое уже было. вот, один человек у нас есть. Нет, еще двое, трое, три человека. Скажите, пожалуйста, вот в своей практике вы ограничивались введением кортикостероидов, это было небольшой, все-таки, небольшие проявления, или приходилось пользоваться инфлексимабом? Кортикостероиды, инфлексимаб. У одного человека есть опыт использования инфлексимаба, и остальные ситуации были купированы кортикостероидами. Ну, вот такая вот у нас информация, Татьяна Юрьевна. Я думаю, что мы дальше эту тему будем развивать. Я думаю, что это будет подкреплено практикой, поэтому, в целом, я думаю, все прошло продуктивно. Заканчивать будем нашу дискуссию. По времени мы как раз уложились. Мы благодарим нашу службу поддержки, которая нам позволила организовать телемост и пообщаться с нашими коллегами в Петербурге, которые имеют столь большой опыт в лечении наших пациентов, в том числе при иммуно-посредовательных нежелательных явлениях. Спасибо большое. Это очень было ценно. Татьяна Юрьевна и Анне Игоревне огромное спасибо. И мы делаем перерыв на 5 минут и продолжим наши дискуссии, которые будут дальше посвящены другим вопросам. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. До новых встреч. До свидания. Всего доброго, коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok